В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте, в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. 13 января день российской печати. Мы распределяемся на группы. В конце мы должны сделать газету с названием Татьяна Недель. Как правильно восстановиться после череды новогодних праздников? Употребление орехов, семя льна, обязательно овес выгоняет, когда токс идет. Торжественное награждение лауреатов творческого конкурса «Рождество Христово». Жубакин Денис с мамой Светланой Валерьевной. Несмотря на то, что электронные СМИ все больше завоевывают решающие позиции, и печатные средства массовой информации по-прежнему пользуются популярностью. Именно их работники празднуют в России 13 января день печати. Наш корреспондент Максим Козлов побывал в довольно необычной редакции. Уже третий год в Развилковской средней школе работает клуб «Юный журналист». На очередном занятии руководитель клуба Ирина Чугина ставит боевую задачу сделать газету, посвященную одному из ближайших праздников. Татьяна День или День студентов. Итак, внимание, мы распределяемся на группы. В конце мы должны сделать газету с названием «Татьяна День». Ребята, занимающиеся в кружке, уже имеют солидный опыт работы в газетном деле. Причем не только на любительском, но и на вполне профессиональном уровне. Мы сотрудничаем с местной газетой «Наши соседи». Постоянно мы пишем заметки о наших мероприятиях. Это экскурсии, это поездки, это что происходит у нас. Одну из свежих заметок, опубликованных в Развилковской газете, можно увидеть здесь же на стенде. Так что пока одни ученики на переменах бегают друг за другом, эти ребята ведут настоящую охоту за новостями. Развилковское поселение, конечно, не очень большое в сравнении с крупными городами России, но и здесь происходит немало событий. А там, где что-то происходит, всегда найдется корреспондент, пусть даже начинающий. И именно благодаря ему местные жители всегда в курсе последних новостей. А в клубе кипит работа. Весь коллектив редакции разбит на группы. У каждой свое задание. Кто-то браздит интернет в поиске информации об истории праздника, кто-то занят предварительной версткой и заголовком, а кто-то берет интервью у одноклассников. Я работаю в третьей группе. У меня особое задание спрашивать у всех, кто учится в 3СМГ, спрашивать, кто у них есть в родне Татьяны. Спорится работой за ноутбуками. Стоит отметить, что здесь ребята изучают не только теоретические основы журналистики, но и ее техническую составляющую. Каждый из них уже неплохо разбирается в необходимых компьютерных программах. Тут еще совмещен кружок «Компьютерная долина», где мы учимся делать презентации. Прошлый урок у нас был, нам рассказывали, как делать презентацию по шагам. Ворты, пауэрпоинт. В случае необходимости на помощь юным журналистам всегда придет руководитель. Правда, и в этом случае процесс не теряет своего образовательного смысла. Документ открывается. Дальше, мальчишки. Дальше, файл. Файл. Я русский язык понимаю. Файл дальше. Дальше, распечатать. Печатать. Распечатанные листы с текстом тут же отправляются верстальщикам, которые клеят их в макет газеты. Конечно, от идеала пока далеко, но именно эстетический внешний вид издания для многих является очень важной вещью. Что, на твой взгляд, самое сложное в профессии журналиста? Ну, печатать все, картинки туда ставить всякое. И надо все так красиво делать, чтобы ничего криво не сделалось. Конечно, большинство этих мальчишек и девчонок вряд ли станут журналистами. Но, по мнению руководителя кружка, главное, чтобы дети умели искать и систематизировать информацию, а также доносить ее до других. Мы пишем в конце четвертого класса всероссийскую проверочную работу. Там есть пункт на работа с данными, работа с информацией. И мои ребята, я уверена, справятся на все сто, потому что они знают, конкретно им ставится цель, они знают, как ее преодолеть. День российской печати отмечается 13 января, потому что в 1703 году в этот день вышел первый номер первой российской газеты «Ведомости». И эти ребята справляют его за привычной работой, делая свое маленькое, но такое важное дело. С днем печати! Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Долгие годы главный зимний праздник в России отмечали по юлианскому календарю 14 января. С 1918 года изменился календарь, и по грегорианскому стилю Новый год стали праздновать в ночь с 31 декабря по 1 января. Но традиция не забылась. Русская душа любит повеселиться. Поэтому до сих пор многие семьи накрывают столы в этот старый Новый год, который, кстати, наступит сегодня. Что видновчане думают об этом? Надо ли все-таки праздновать? Узнала Юлия Погасьян. Для тех, кто не успел осуществить все свои мечты в новогоднюю ночь, сегодня появится второй шанс. В ночь с 13 на 14 января в России празднуется Старый Новый год. Давайте узнаем, празднуют ли его видновчане. Да. А какие традиции празднования знаете? Да, да, ли кутюр носили тоже. Отмечаете ли вы Старый Новый год? Нет. А почему? Ну, не знаю. Нет, не отмечаю. Будем. А как отмечаете? Какие традиции знаете? Сидеть за столом? Да нет. Не, не отмечаю. А почему? Ну, как-то так буднично все проходит. Ну, отмечаем, как всегда. Дома, с семьей. Никуда не едем. Это, как говорится, ну, семейный такой праздник. Как обычно, как все, по-семейному, все нормально. Нет, не отмечаю. Почему? Потому что маленький ребенок, я и Новый год не отмечала. Прошу те времена уже. Нет, не отмечаю. Праздников и так было очень много, поэтому не вижу смысла отмечать. Нет, не отмечаю, потому что сильно болею. Никуда не хожу, никак не отмечаю. Несмотря на то, что большинство нами опрошенных людей ответили, что Старый Новый год они отмечать не будут, праздник все равно наступит. И по старой русской традиции встречать его надо широко, с богатым столом и безудержным весельем. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Череда новогодних праздников подходит к концу. Осталось справить Старый Новый год. И можно смело сказать, прощай, Оливье. Как правильно восстановиться после праздников, расскажем в нашем следующем сюжете. Новогодние праздники – настоящий стресс для организма. Меняется привычный распорядок дня. Мы мало двигаемся, мало спим, но при этом переедаем. Неудивительно, что на смену веселью приходит плохое самочувствие и лишние килограммы. Праздничные застолья, уверяют медики, оказывают негативное влияние на все системы организма. В основном они, конечно, бьют по органам желудочно-кишечного тракта. Восстанавливаться после праздников и входить в привычный ритм специалисты советуют постепенно. Никаких строгих диет, голоданий и изнуряющих тренировок. Меню должно быть богато дарами природы. Употребление орехов, семя льна, обязательно овес выгоняет, когда токс идет, овсяная каша. Овощные супы очень хорошо идут. Также вечером различные овощные салаты, рагу. Полезно пить смузи, витаминные коктейли из овощей и фруктов, перемолотых в блендере. А также медики советуют к любым блюдам добавлять травы, петрушку, укроп, седерей. Добавление пищевых волокон переводит пищеварение в совсем другое русло и, соответственно, замедляется процесс переваривания, соответственно, не откладывается в жир эти вещества, а идут на какие-то энергетические потребности организма. Запустить процесс пищеварения поможет стакан теплой воды с лимонным соком утром натощак. Но вернуть телу былую стройность поможет грамотная физическая активность. Я рекомендую тем людям, которые посещают фитнес-клуб, начинать свои тренировки со спокойных тренировок, такие как йога и пилатес. Посещать бассейн, не забывать про сауну, она очень хорошо выводит токсины, соблюдать питьевой режим. Полезны также кардиотренировки в спортзале, на велотренажерах, эллипсах или беговой дорожке. Ну а вот к серьезным нагрузкам, если вы хорошо погуляли в Новый год, пока приступать не стоит. Тренировочный режим должен быть, скажем так, разминочный, там 2-3 тренировки в неделю максимум. При этом они должны быть не очень тяжелые, длительные, больше полутора часов вместе с кардионагрузкой. Кардионагрузка обязательно, чтобы сердце опять привыкло уходить в нужный ритм. Потому что если мы придем и сразу начнем заниматься так же, как мы занимались до праздников, в этом случае будет слишком большая нагрузка на сердце, на сосуды. Ну а если в фитнес-клуб выбраться пока не получается, можно дома делать популярное сейчас упражнение планка. При его выполнении задействуются все группы мышц. Поставьте ладони под плечи и руками как будто раскрываете коврик. Проверьте в зеркало, если у вас есть рядом, что ваша шея находится продолжением всего позвоночника. У вас широкая спина и лопатки находятся далеко друг от друга. Для совсем новичков рекомендуют ставить ноги на ширине плеч. Также это упражнение можно делать стоя на локтях. Важно следить, чтобы копчик, лопатки и затылок находились на одной линии, а ноги были прямые. Держите планку сколько сможете, день за днем увеличивая продолжительность. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. Рассказать о празднике с помощью творчества, о его истории, традициях, обычаях, символах и атрибутах. Такая задача была поставлена перед участниками уже ставшего традиционным конкурса «Рождество Христово». Его организует и проводит Центр детского творчества «Импульс». В этом году работы оценивались по трем номинациям – «Евангельский сюжет», «Притча» и «Русские традиции празднования Рождества». 10 января состоялось торжественное награждение победителей. Подробности в нашем сюжете. Зимним пятничным вечером в районном центре культуры и досуга города Видное было многолюдно. И это неудивительно. Конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово-2020» собрал участников из 61 учреждения школьного и дошкольного образования. Максим Чернуха – ученик воскресной школы «Светоч» при храме Александра Невского. Стал обладателем диплома первой степени в номинации «Евангельские притчи». Я нарисовал картину из притча «Заблудшая овечка». Пастух всех людей любит так же, как пастух своих овец. И любит каждого человека. Мы вдохновились историей о заблудшей овце, потому что она касается всех нас, каждого в отдельности. Поэтому мы решили именно на эту тему. Екатерина – воспитатель детского сада «Золотой ключик», пишет стихи с 10 лет. Лауреат многих литературных конкурсов. Тематика ее произведений разнообразна. В этот раз победу ей принесло стихотворение «Письмо к Богу». Боже, как часто в суете мирской мы зло творим неосторожно. Прости, прости же, Боже мой, нам все плохое, если можно. Конкурс «Рождество Христово» вот уже 19 лет проводится по инициативе администрации Ленинского городского округа и Видновского благочиния. В этом году самому младшему участнику всего три года, а самому старшему более 60 лет. Всего в творческом соревновании приняли участие 594 работы, 250 из которых получили награды. Шубахин Денис с мамой Светланой Валерьевной. Восхищаюсь телом, что с каждым годом я вижу, как совершенствуются какие-то и навыки, и мастерство участников. Сегодня я уже увидел тарелки такие красивые, там часы. Это уже под силу только взрослому сделать. Дары, которые принесли Богомладенцу Христу волхвы. Такое сравнение дал творческим работам ребят заместитель благочинного церкви Видновского округа священник Николай Шапарев. Праздник Рождества открывает нам великую тайну, что Господь воплотился, чтобы быть рядом с нами, чтобы быть близко от каждого из нас. Праздник продолжился спектаклем «Тайна рождественской звезды», в котором приняли участие артисты из четырех коллективов Творческого центра «Импульс». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Повеселиться и получить новые впечатления во время зимних каникул смогли участники восьмого ежегодного семейного ралли «Батя». Место, где необходимо было финишировать, от экипажей до последнего держалось в секрете. Как это было, узнаете в нашем сюжете. Во время новогодних праздников прошло восьмое ежегодное семейное ралли «Батя». Старт участников состоялся в 12 утра на Поклонной горе, а финиш – в селе Остров. Впервые ралли было организовано в 2013 году. На тот момент оно являлось первым любительским спортивным семейным состязанием. У нас было всего лишь 27 экипажей. И через год случилось невероятное чудо, что настолько всем понравилось, что все захотели, чтобы это вновь состоялось. И нас гостеприимно приняла рыболовная усадьба «Остров». Движение проходит по улицам Москвы и Подмосковья, конечно, строго по правилам дорожного движения. Участники получают наклейки на машины и дорожные книги с ориентирами, по которым экипаж ведет штурман, который должен быть не моложе 12 лет. Ну, очень большая ответственность. То есть, как бы на теле лежит в основном все, потому что водитель как бы зависит от того, как ты его поедешь, так он и поедет. То есть, скажешь налево – он поедет налево, скажешь направо – он поедет направо. В этом году в ралли принимало участие 59 экипажей. Финишировавшие семьи разместились в банкетном зале рыболовной усадьбы, где смогли перекусить и отдохнуть. Для детей нашлось немало занятий – гонки на игрушечных машинах, рисование. Все ждали результатов состязания и делились впечатлениями. Мне очень понравилось. Мы были с сыном. И сам процесс очень затягивает, интересно, держит напряжение. Такое приятное чувство, особенно, если можно сказать, послевкусие. Мне очень нравится, очень здорово. Вся семья в основе. И мы для себя решили, что по возможности, конечно, это будет наша семейная традиция – участвовать в ралли-плате каждый год. Помимо наград за победу, участники получили призы в различных номинациях. Ни один экипаж не уехал без грамоты и подарка от организаторов. Ведь девиз ралли – семья – это дружный экипаж. Когда семья преодолевает какое-то серьезное испытание, оно непростое, проверяются какие-то качества. Да, семья как раз учится и видит, как взаимоотношения внутри семьи влияют – хорошо или плохо. Домой все команды отправились с приливом новых сил и энергии. Ведь провести время с родными в небольшом путешествии – это уже настоящая победа. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова